Давай, приятного тебе. Миша три с половиной года. У него ДЦП. Из-за этого от Миши отказались родители. Льют из-за мамы с папой воспитатели. Но когда таких детей кладут в больницу, они снова остаются одни. Миша повезло. Сегодня у него есть мама Оксана. И пара часов ее жизни только для него. Ну, потому что если никого не будет, то будет кормить медсестра. Но их не хватает. Ну, у него своих дел, конечно, много на посту. Малышей же много. В больнице вся заполнена. Оксана, волонтер движения «Мамы на часы» сопровождают в больницах сложных малышей из приютов. По закону в России клиники должны принимать сироп без сопровождения. Но детей со сложными диагнозами или сразу после операции в одиночестве на больничной койке не оставишь. В других больницах не хватает волонтеров по уходу за такими детками. Медсестрам приходится смотреть за детьми тяжелыми. Они день и ночь просто устают с ног валяться. Отдельной ставки для таких кормящих больничных мам ни в клиниках, ни в приютах нет. Поэтому медики с радостью идут на работу с волонтерами. Естественская работа – это все-таки медицинские манипуляции. А непосредственно уход за детьми, он очень важен. Потому что дети обычно не встают. Они самостоятельно не принимают пищу. Поэтому необходимо их помыть, с ними пообщаться. Необходимо помочь в кормлении таких детей. В общем, отдельные ставки на такого там? Нет, конечно, никто не смотрит. Только в эту больницу в месяц привозят до пяти таких детей. На каждого нужны 3-4 мамы на час. Они дежурят посмеянно, чтобы успевать работать и психологически не выгорать от такого волонтерства. Сейчас в базе службы 35 дежурных мам. Для большого города – мало. Мам много не бывает. Даже в это лето была такая ситуация, когда в июле, по-моему, ко мне одновременно обратились из трех разных больниц. Причем люди находили, не знаю, каким-то образом там по сарафанному радиотелефон. Вот именно меня, как координатора мамы на час. И просили сопроводить. И у нас одновременно на сопровождении находилось двое-трое детей. И пришлось, конечно, отказывать уже кому-то. Шприц для воды и шприц для спирси. Оксана сейчас уйдет на работу в университет. Сегодня ей в командировку. Мишу она сдает на руки другой дежурной – Галине. Как раз, наоборот, не тяжело. Я ценю то, что у меня есть. И хочется поделиться с этими детьми этим, понимаете. Тут такая боль постоянная. А на самое сложное ночное дежурство на подмену вызвалась Дилара, мама Мишиного соседа по палате. И это, говорят волонтеры, большая удача. Екатерина Пономарева и Илья Мужиков. Для настоящего времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова